Привет всем, с вами Ирокез и в Китае буквально пару дней назад группировку распространяющую читы посадили в тюрьму, вы представьте. Только недавно в одном из своих видео я говорил, что видимо из-за того, что большинство читов производится в Китае, там более лояльно к этому относятся и тут такая новость. С помощью службы безопасности Tencent полиция арестовала несколько групп разработчиков и распространителей читов для PUBG. Задержанные дали признательные показания и теперь им грозит тюремное заключение сроком на 5 лет и более. Для тех, кто не знает, Tencent это компания, которая недавно начала сотрудничать с PUBG. Это как китайский Steam, очень крупная корпорация. Они являются владельцем студии Riot Games. Это та самая студия, которой принадлежит самая известная игра League of Legends. Также являются акционерами Blizzard, Epic Games. Это те, которые разработали Fortune Battle Royale и других студий и они входят в пятерку самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость превышает стоимость Facebook. То есть компания нереально огромная, нереально крупная и по их наводке полиция нашла каких-то разработчиков читов, которых сразу повязало. И у меня вопрос, неужели в Китае есть действительно статья, уголовная статья, где могут посадить в тюрьму, потому что в остальных странах, да, есть тоже наказание за разработку читов, но при этом это ограничивается максимум штрафом каким-то и судебными исками. Но здесь вообще такое наказание. То есть вы представляете, люди за то, что производили читы, теперь будут сидеть в тюрьме. Вообще Tencent известна своим крайне агрессивным настроением по отношению к создателям различного софта. В борьбе с читерами это очень могущественная компания и она плотно сотрудничает с правительством, не брезгует даже вот такими мерами, где можно просто посадить людей в тюрьму. Лично на мой взгляд это уже чересчур, потому что для сравнения у нас в Российской Федерации за убийство дают от 6 лет, а здесь за распространение читов на игру дают от 5. Я, конечно, не выгораживаю читеров, я их тоже абсолютно не терплю, но при этом мне кажется, что это несоизмеримо огромнейшая мера за такой вот проступок. Но я думаю, данный инцидент будет неплохим уроком для распространителей читов, как мы знаем, что 99% всех читов для PUBG идут из Китая и теперь мне кажется, что разработчики должны несколько раз подумать, а стоит ли оно того. Да, они заработают денег, но я не думаю, что они им помогут, когда они будут 5 или более лет своей жизни проводить за решеткой. Ну а на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, также напишите в комментариях, как по-вашему соизмеримая ли это мера наказания, может быть действительно стоит именно так обращаться с распространителями читов и тогда их в принципе не будет, либо же все-таки это слишком жестоко и стоит как-то помягче ограничиться хотя бы крупными штрафами, чтобы они нивелировали тот заработок, который данные компании получают с распространения вредоносного софта. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.